Всем привет! Сегодня у меня для вас новое видео про блокнот, который вы у меня уже видели, и про новые рисунки из него. На всякий случай напомню, что я в нем рисую вот такими вот ручками от Faber-Castell. В прошлый раз я их показывала, но все равно многие спрашивали. И давайте, наконец-то, начнем. Итак, первый скетч посвящен напитку богов, в моем понимании. Это гранатовому соку. И стеклянные стаканы в моем доме выглядят вот так. Вот, не знаю, надеюсь, вам видно вот эти вот противные штуки, которые очень сильно осложняют мне жизнь во время рисования. Ну, в общем, я все равно попыталась их изобразить, и хотя и потерпела фиаско, но я почти довольна. Идем дальше. Дальше вот такой скетч, сделанный утром. Это воробьишка, которого я видела на остановке, а то, что за ним, это вид из окна, который я видела совсем мимолетно. Пробегая с третьего этажа на четвертый, был вот такой вот холодный синий-голубой рассвет, и мне захотелось его зарисовать. Дальше скетч моих однокурсниц со спины. Я хотела добавить здесь какой-нибудь классный фон, выдуманный, такой яркий, чтобы он контрастировал с фигурами человеческими. Но в итоге я пока ничего не придумала и оставила его пустым. А вот этот скетч был сделан во время пары. В общем, мы смотрели фильм про загрязнение окружающей среды. Я рисовала трубу, которую видно из окна, и синичку, которую опять-таки было видно из окна, когда она села на веточку рядом растущего дерева. И на самом деле это никак не связанные между собой скетчи, просто я их разместила на один лист, и в итоге получилось что-то как раз на тему окружающей среды как будто. Дальше скетч пончиков. Они были очень вкусные, кстати, и я их рисовала уже по памяти, потому что я бы просто не выдержала рисовать их и не есть. Яблоко, которое я рисовала в процессе поедания. Я вдруг подумала, что всегда брала для рисования какие-то более идеальные объекты, а тут обгрызанное яблоко, и надо бы попробовать. Но на самом деле я просто совместила два своих любимых занятия кушать и рисовать профи. Дальше скетч баночки с тушью, которая стоит на моем столе. И на самом деле она не очень похожа на себя, потому что вот как она выглядит. Ну, в общем, это деревья с натуры и баночка с натуры, и я все совместила, чтобы не было слишком скучно. А этот скетч посвящен банановому капучино, потому что это еще один напиток богов. Я просто не могла пройти мимо, и обязательно попробуйте его, если можете, потому что видите, насколько меня протерло. Я посвятила этому целую страничку. Дальше я пыталась скетчить по памяти баночку с синими чернилами, которые тоже стоят у меня на столе. Но, в общем, когда я поняла, что окончательно запорола эту баночку на рисунке, то стала еще скетчить голову от отчаяния, и получилось в итоге что-то такое. А это Василий, и он был вполне себе цельной и самодостаточной личностью, пока не встретился со мной. Я сначала зарисовала его, а потом, ну, в общем, вот что от него осталось. И это все. Бедный Василий. Это скетч моих тюбиков с акриловой краской. Я вам сейчас их покажу. Вот так они выглядят. Это один, второй, третий и четвертый я не нашла. В общем, я совсем не знала, чего бы мне такого еще поскетчить. Фрукты рисовать мне уже немножко надоело. Вот. И именно потому, что мне надоело рисовать фрукт, я нарисовала хурму. Да, скетч, посвященный хурме. И я им, на самом деле, немного довольна даже. И, кстати, вот эту хурму звали Володя. Не знаю, зачем я вам это говорю, просто почему бы и нет. И на этом все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Кстати, это видео должно было выйти еще в воскресенье, как итог недели скетчей и еще одной. Но не вышло по техническим причинам. Надеюсь, следующее у меня выйдет вовремя. Потому что у меня уже есть для вас кое-что интересное с этой недели. А пока что я с вами прощаюсь. Пока.